Изучение истории Изучение истории – это неотъемлемая часть воспитательного процесса нашего подрастающего поколения. А изучение истории родного края – это не только любовь к нашему городу, но это любовь к самим себе, любовь к окружающим нас людям. Я с удовольствием вам представляю нашу программу «Городские легенды», программу о том, какой был наш город, как изменился он. Я надеюсь, что данная программа найдет свой отклик у школьников, студентов, у жителей нашего города и предлагаю вам всем совершить экскурс в историю нашего родного края. Всем известно, что Древний Рим стоит на семи холмах. В этом плане древний город Брянск под стать вечному городу. Он стоит на восьми горках. Самая известная из них, безусловно, Покровская. Якобы в незапамятные времена упал на берег Десны небольшой метеорит и вздыбил гряду земли. Так и образовалась Покровская гора высотой 70 метров. Самое высокое место в Брянске. Есть и другая версия происхождения Покровской горы. Геологи не исключают, что глыбы камней, впоследствии ставшие горкой, как и многие подобные среднерусские возвышенности, принесло сюда ледником. А у наших предков наверняка была своя более чудесная биография горы. Недаром называли они ее самородной. Нынешнее название Покровская пришло гораздо позже, в XVIII веке. А примерно за шесть столетий до этого появилась здесь деревянная крепость, своего рода Брянский Кремль. В нем помещался княжеский двор, хранилась дань, собранная с жителей округи. Весной ее по Десне отправляли в Киев к великому князю. В XIII веке Брянск, стоявший на неприступной круче, один из немногих уцелел от разорения Ордой. И потянулись сюда крестьяне, ремесленники, воины и бояре. Среди разрушенных соседних городов Брянск небывало процветал. Брянский Кремль брал свое начало от нынешней горно-никольской церкви. На месте каменного храма стоял деревянный. В народе его звали Верхний Никола. А напротив стояла одноименная Никольская башня в 20 метров высотой. Ее ворота и были въездом в Кремль. А потому охранялись сразу тремя пушками. Здесь же размещался и колокол, созывавший горожан на Вече. Ни много ни мало 14 пудов весу. По современным меркам это более 200 килограммов. Сейчас это место, окруженное церквями, православные называют намоленным. А в древности здесь совершались кровавые дела. Месяцы декабря 6-го злые карамольники-брянцы, шедося Вечем, убившие князя Глеба Святославича, вышедшие из церкви святого Николы. Глеб Святославич был крутого и жестокого нрава. Свою княжественную карьеру он начал с того, что повелел своего предшественника Дмитрия Александровича вместе с семьей утопить в Десне, а городской Вече разогнать. Чаша терпения народа была переполнена в 1340 году, когда княжеские тюны хотели похитить дочь воеводы Курилы. Разгневанная толпа двинулась к князю. Князь укрылся в церкви. На порог церкви вышел митрополит Феогност, попросил не осквернять церковь кровью. Но толпа оттеснила священника, схватила князя, вывлокла на крыльцо церкви и растерзала. После чего остатки были брошены в прорубь. Как во всяком Кремле, в Брянском было множество башен от 12 до 22 метров высотой. В том числе даже своя собственная Спасская, оснащенная целыми восьмью пушками. А в 60 метрах от нее размещалась тайничная. Название башни дали неспроста. От нее шел тайный ход в Десне. Жители Покровки помнят, как еще в послевоенное время лазили в подземные ходы. То, что подземный ход существовал, об этом свидетельствуют и исторические справки, и исторические документы 19-го столетия. В середине 19-го столетия Преображенский храм, главный храм города Брянска на набережной, дал трещины. А виновником оказался подземный ход. В 1862 году решили разобрать храм и построить новый. И только тогда, когда две трети стены уже стояло, стены вновь дали трещину. А виновником вновь оказался подземный ход. Окружали Брянский Кремль сразу два высоких земляных вала и ров в пять метров глубиной. Внутри крепости располагался двор царского воеводы. Под его командой находились стрельцы, казаки, пушкари. В начале 17-го века командовал крепостью Василий Романович Баратинский, потомок Романа Михайловича, великого князя Черниговского и Брянского. В то время, как говорит документ, всяких людей в Брянске было 558. В крепости была деревянная церковушка. Барятинский, пользуясь своим влиянием, заложил здесь каменный храм. А деньги на богугодное дело взял у своего родственника, брянского помещика Евстафия Алымова. Он и вошел в историю как строитель Покровского собора. На сегодняшний день Покровский собор является самым древним каменным сооружением города Брянска. А еще с помощью данного собора можно определить, где север, а где юг. Четыре главы храма определены четко по сторонам света. В середине XIX века, когда гора уже перестала быть центром города, брянские купцы просили епископа разрешить им разобрать Покровский собор и перенести в другое, более выигрышное место. На что владыка ответил, старого собора, многими грамотами великих государей утвержденного и в штат положенного уничтожать не можно. В Брянском остроге стены и башни все гнилы, а иные развалились, и крепостей никаких к нему прибавить не можно от того, что подгнил. Гласит опись 1658 года. А в описи 1678 года значится уже иное. Город Брянск рубленный Новой Дубовой, крыт тесом, а по тому городу 9 башен и в том числе две проезжие ворота. А в городе два тайника, и к осадному времени водой ускудно не будет, да два колодезя. В башнях крепости имеется 53 орудия различных калибров, медные и железные, 1682 год. А еще на Покровской горе жило немало знаменитых и интересных людей. В XVIII веке по плану, утвержденному Екатериной II, здесь было две улицы – Надеяно и Соборная. Надеяно в честь секретаря Брянского земского суда Ивана Надеяно. Сам он жил в другом месте, но здесь имел шесть домов. А на второй улице, Соборной, был дом, где жил зять знаменитого ученого Михаила Ломоносова. В XVIII веке Брянского Кремля не стало. Сейчас на Покровской горе улица единственная и одноименная. Зато каждый дом – памятник. Нынешнее здание под номером 3 в конце XVIII столетия строил под мастерье архитектора московского арсенала Иван Марщинов. Трудился он для брянской элиты. В доме проживал сам генерал, директор Брянского арсенала, и высшие офицеры. А в начале прошлого века здесь не раз бывал будущий писатель Константин Паустовский. В Брянск на Покровку он приезжал сначала школьникам, а позже студентам – на каникулы. А одно время даже учился в брянской частной мужской гимназии. В этом доме жил его дядя, знаменитый инженер, металлург, полковник Высочанский. Когда я сошел утром в Брянске, был такой мороз, что воздух звенел от скрипа сапог. За мной выслали лошадей. Мы неслись среди блеска и снеговой пыли. Сначала по дамбе, потом по десне. Константин Паустовский. Повести о жизни. Покровская гора 5. Рядом с домом генерал-директора, тот же самый подмастерье Иван Морщинов, лельно возводил казармы для нижних чинов военнослужащих арсенала. Здесь размещался Драгобужский полк. Теперь сюда переехало управление Брянской и Севской епархии. Прежде оно находилось в другом памятном здании, на спуске с Покровской горы. Этот дом в 19-м столетии был сооружен для местного богача Авраамова. До Великой Отечественной на территории Покровки располагался Первомайский парк. Здесь было запрещено любое строительство. Современных достопримечательностей, как утверждают местные жители, на Покровской горе три. Первое – это, естественно, памятник Пересвету. Как известно, возвели его к тысячелетию нашего города. И, как известно, лишь узкому кругу специалистов под этими плитами были замурованы неисследованные культурные слои жизни древней крепости. Другая достопримечательность – это древние пушки, сделанные на Брянском арсенале. А вот третья не очень широко известна даже коренным жителям. Периодически на Покровской горе не работают радиоприемники. Вот такая она наша небольшая брянская аномалия – Якобы радиоволны сюда не пускает метеорит, который лежит под Покровкой. На вопрос, где находится улица Третьего Интернационала, нынешний житель Брянска ответит – в Бежице. И окажется прав лишь наполовину. Поскольку в 20-е годы прошлого столетия горожане ответили бы – на набережной. Дело в том, что раньше имя Третьего Интернационала носила и улица Калинина. Однако после присоединения Бежицы, чтобы не путаться в названиях, она получила имя Всесоюзного Старосты. А еще раньше нынешняя набережная состояла из трех самостоятельных улиц. Первая начиналась у современной дамбы на Брянск-1 и завершалась возле Тихвинской церкви. Здесь располагалась Московская застава. Называлась эта улица по-разному – то Калужской, то Жиздринской, то Московской. Вторая улица шла до нынешней имени Фокина. Звалась она Подолом, поскольку велась у подножья Покровской горы. Затем Базарной и Соборной, в зависимости от местных достопримечательностей. Третья – до Черного моста, где стояла Орловская застава. Носила имя Большой. Главной достопримечательностью древней набережной был Спасополикарпов монастырь. После освобождения Брянска от поляков, его в 1503 году основал воевода Петр Борятинский. Говорят, что мощи первого игумена и строителя монастыря преподобного Поликарпа захоронены где-то в районе современной часовни, возле концертного зала. А в храме хранились останки легендарного Кукши, крестившего в христианскую веру Вятичей. За это, как гласит легенда, в древнем Брянске его разорвали, привязав к двум лошадям. Именно Спасскому монастырю позже принадлежал монументальный Преображенский собор, взорванный после Великой Отечественной, который сейчас собираются воссоздавать на проспекте Ленина. Другой достопримечательностью набережной еще в Петровские времена стал арсенал. Государь приказал основать здесь мастерские для изготовления холодного оружия, так необходимого в Северной войне. В 1706 году государь-император повелел изготовить здесь пики в количестве 10 тысяч штук. В следующем году они поступили в армию генерала Меньшикова. Но тут-то и вышел конфуз. Военачальники побоялись показывать пики и копья, изготовленные брянскими оружейниками, царю. Уж больно неказистые они были сработаны и очень грубо. Впрочем, все обошлось. Петр, увидев продукцию брянских оружейников, вынес резюме. Все-то пика, колоть можно. В 1783 году Екатерина II повелела начать на этом месте строительство Литейного двора. Из Петербурга пришло требование императрицы. Приложить старания, чтобы отыскать ныне готовых кирпичей и извести добутыву камню. И купить кирпича 500 тысяч до 200 тысяч самого лучшего. И положить в таком расстоянии от строений, чтобы весной вода до него дойти не могла. Тут-то оружейникам пришлось столкнуться с третьей достопримечательностью набережной – непролазной грязью. Еще 150 лет назад здесь невозможно было проехать, особенно во время весеннего разлива. По улицам протекали ручьи Судок и Белый колодец. Напротив современного бульвара Гагарина они соединялись и впадали в непроходимое Козье болото. За дело взялся инженер Министерства путей сообщения Пашкевич. Он отвел ручьи прямиком в Десну, а старое русло засыпал. Воды верхнего сутка упрятали в подземный деревянный водоотвод. Но паводки 1877 и 1888 года заставили городские власти разобрать деревянный настил – мост, который в народе окрестили «Мост невесты». Все очень просто. Рядом существовала женская городская гимназия. Так во второй половине XIX века улица стала единой, получила название «Большая Московская» и зажила торговой жизнью. На осушенном месте обосновался Нижний базар. Сначала он был рыбным. Дары Десны шли по 37 копеек за пут, чуть больше 2 копеек за килограмм. После базар стал мясным. Потому и часть нынешней энергетической улицы звались «Мясные ряды». Позже с Покровской горы сюда спустился и Верхний базар. Заморские товары ценились дороже. За сахарную голову приходилось платить около 40 копеек. В то время как 4-летний бык стоил не дороже 1 рубля. Торговали на базаре и одежда. Шуба из бараньей овчины стоила 30-40 копеек. Самый распространенный наряд – рубахи и портки – 10-12 копеек за штуку. Брянский базар 19 века – это сосредоточение лавок и магазинов. На улице Московской появились первые в городе доходные дома. Первый этаж в них отводился под торговое помещение. А в верхних этажах располагались квартиры, которые хозяева сдавали в наем. Этот доходный дом принадлежал купцу Фоглу. Одним из первых его арендаторов стал Богдан Иванович Велинг. Прусский подданный вместе с сестрой Елизаветой он организовал здесь колбасный цех. А накануне перед Первой мировой войной в доме жили два брата Доната. Один из них работал на арсенале, второй организовал кофейню и кондитерскую мастерскую. В этом же доме находилась одна из известнейших фотографических мастерских Брянска. Фотография Зискинда считалась престижной. Маэстро имел филиал бежицы, а его фотографии получали награды на престижных выставках. В конце 19 века город Брянск посетил великий князь Сергей Александрович. Зискин сделал несколько фотографий, и пока Сергей Александрович слушал молебен в церкви, преподнес их царствующие особи. Сергей Александрович благодарил, и после этого на визитке появилась надпись. Фотография Зискинда удостоена благодарности его императелю и сочетству. Большая Московская была в Брянске и своего рода центром просвещения. Помимо учебного заведения для девушек, в начале 20-го столетия здесь решили организовать и мужскую казенную гимназию. В помещение за свой счет взялись построить братья Павел и Семен Могилевцевы. Сейчас реконструированное здание занимает городской дом культуры. На средства меценатов возвели на улице и торговое училище. А еще именно на Большой Московской открылся первый в городе книжный магазин. Впрочем, звание просвещенного города Брянск носил весьма условно. В те годы преподавателем гимназии, частной гимназии, был Василий. Он сокрушался о том, что в Брянске совсем не читают Александра Сергеевича Пушкина. И самое интересное, что его негде купить. И в Москве он не смог найти Пушкина. Он не пользовался и там спросом. В 1903 году группа энтузиастов к столетию юбилея нашего писателя Тютчева решила сделать юбилейное мероприятие. И удивительно, но в библиотеке не оказалось ни одного томика поэта. Находилась типография, а по соседству в доходном доме Халаева первая в городе телефонная станция. 5 июня 1910 года телефон связал Брянск с Бежицей. На Большой Московской возвели и первую брянскую электростанцию. Каждый маломальско уважающий себя купец норовил устроить на Большой Московской городскую усадьбу. Как правило, состояла она из главного дома и флигеля. Позже, чтобы под рукой всегда был источник дохода, купец вместил между ними лавку лабаз. Кстати, это одни из самых старинных сохранившихся брянских домов. Те, кто был побогаче, как, допустим, купец Баженов, приспосабливали под частное владение бывшие казенные постройки. Еще совсем недавно здесь стояла оставшаяся от усадьбы старинная ограда, которую уничтожил нынешний хозяин здания. Кожвен-диспансер. А в 1907 году по Большой Московской впервые с шиком промчался автомобиль. Приобрел 25-сильную машину. Купец ветров за 12 тысяч рублей. 21 пассажир имели сидячие места и 6 человек могли стоять стоя. Стоимость проезда 15 копеек. Хотя основной вид транспорта были лошади. И стоимость была 10 копеек. Впрочем, через два года первый рейс так и закончился неудачей. Желатиться не было. Перед Первой мировой войной в Брянском уезде насчитывалось всего 5 легковых машин. Марок «Порт», «Лимузин» и «Мерседес». За дом мотоциклов целых 12. В основной массе горожане предпочитали проверенный способ поездок – лошадей. Поездка по городу на линейке обходилась в 10 копеек. Первые пассажирские автобусы прошли по улице, уже названной в честь третьего интернационала, в 30-х годах 20-го века. А после Великой Отечественной здесь появились первые такси. В их роли в 1946-м пассажиров перевозили грузовики, крытые брезентом. Как бы ни перестраивалась и переназывалась улица, главным ее украшением и неизменным остается красавица Десна. С восторгом описывала свое свадебное путешествие на пароходике мужа княгиня Мария Тенишева. Но больше чем красоты побережья, ее вдохновила смекалка брянского люда. На одном из причалов Тенишевы увидели мужичонку и, пожалев его, купили весь нехитрый товар. Пока добирались до следующей пристани, слух о добрых людях дошел до тамошнего населения. И князя с княгиней на берегу встречали уже несколько десятков торговцев. Словом, не даром бывшую большую московскую краеведы называют улицей княжеской славы. Советские времена была популярна фраза о том, что человеческие короткости со своим ножом. Для жителей Бежицы расставание с историческим наследием всегда давалось непосредством. Большинство жителей Бежицы рождалось в старинном здании заводской больницы с начала лета. Получает питание на молочной кухне в гостинице купца Мурзина 19-го столетия. Грызет гранит образования в старинном здании мужской гимназии и парится в дореволюционной базе. На месте нынешнего центра Бежицы был лес. Вырубать его начали, когда у московского купца первой гильдии Губонина зародился план построить здесь огромный завод. Собственно, первоначально Петр Ионыч мечтал прокладывать железную дорогу. Но в конкурсе на подряд обошел его конкурент-англичанин. Тогда купец поразмыслил, что для дороги понадобятся шпалы. Скупил у местного помещика Астахова леса и бросовые земли. И основал производство. Вокруг завода и станции росло поселение. Станции долго не везло с названием. Сначала дали название Бежица. Но здесь получилась спутница, и грузы стали попадать на станцию Бежиц Тверской губернии. После этого дали название Брянский завод. Но и тут та же аналогия, но только уже с Брянским арсеналом. И решено было назвать станцию Болва. Бежица оказалась сырым и скучным поселком. Земля здесь была перемешана с наздреватым шлаком из заводских печей. В полисадниках росли кривые березы. Дымил завод, делился впечатлениями в начале 20 века по-уздовски. Впрочем, насчет кривых берез писатель оказался не совсем прав. Несколько рабочих рельсопрокатного завода написали письмо самому Мичурину и попросили прислать новые сорта фруктовых деревьев. Знаменитый селекционер приехал в Бежицу сам. Подарил саженцы и показал новые методы работы. Уже следующей весной в поселке зеленели мичуринские яблони. Чтобы особо не фантазировать с наименованиями улиц, в основном им давали имена городов Орловской губернии. В Карачевской называлась нынешняя Кустиюнская. Та, что сейчас носит имя 22-го съезда КПСС, бывшая Мценская. Куйбышево числилось Ливенской, Комсомольская – Елецкой. А признанным центром поселка стала та, что сейчас на связи с третьего интернационала. Западная сторона ее по нынешним меркам считалась бы элитной. Здесь строили дома чиновники, заводские служащие и священники. На восточной – купцы и ремесленники хостари. Почти все постройки первоначально возводились из дерева и скромно имели один этаж. Статистические данные за 1897 год. В местечке Бежица около 19 тысяч жителей. Дворян – 123, почетных граждан – 246, мещан – 4174, крестьян – 14234 человека. Вместе с русскими проживают шведы, англичане, немцы и поляки. В поселке 775 домов, из них 759 – деревянные. Дорога, вдоль которой шеренгой протянулись строения, земляная. Вся в Рыдвинах и Колдунхе. Как назвать улицу, ее жители головы не ломали. В 1882 году напротив нынешнего рынка открылась церковь святых Петра и Павла. Впрочем, через полгода храм сгорел до дла. Злостным нарушителем правил пожарной безопасности оказался местный истопник. Рабочие с потерей не смирились и через полгода возвели новую, более просторную церковь. А потому и улицу назвали церковной. В народе улицу называли красной дорожкой. По романтической версии в 1915 году к приезду императора Николая улицу стелили красным ковром. На самом деле все было довольно прозаично. Выравнивая дорогу, ямы засыпали красным кирпичом. По одной версии это было сделано по приказу купца Губонина, а по другой версии главный бухгалтер Брянского завода ему надоело ездить на красивом экипаже по разбитой дороге. Вот и наударил по бездорожью красным кирпичом. Напротив церкви располагался Никольский магазин с подсобными помещениями. Поскольку рядом находилась станция, место для торговли пришлось как за кстати. Вскоре возле магазина появились бабушки с нехитрым товаром, молоком, вареной картошкой и жаренными грибами. Потянулись сюда и торговцы со старого базара. Он располагался на нынешней улице Ульянова. В 1903 году на привокзальной площади уже шумел мини-рымок. Состоял он из восьми корпусов третых прилавок. Особой гордостью торговой площади была скромная будка Парикбахерская. Рядом с возникшим рынком уйтились два домика. В одном из них жил священник отец Александр. Вскоре по обе стороны красной дорожки появились дома зажиточных пижичан и специализированные магазины. Некто Розенберг продавал часы и ювелирные изделия. Господин Кейтлин торговал предметами и одежды. Соси зеркала, музыкальные инструменты, самовары. У бежицких модниц особой популярностью пользовался салон дамских шляпок мадам Жогиной. Про ее товар местное население даже сложило поговорку «Шик, а после дождя пшик». Дело в том, что привезенные из столицы шляпки после дождя нередко расползались. От тех времен на улице осталось немного. Там, где сейчас разместился районный суд, сто лет назад находилась заводская аптека. Провизоры в ступках испешивали пикстуры на втором этаже, а на первом обосновали жильцы. На этой же восточной стороне улицы, на территории нынешнего детского сада, находилось образцовое Мининское училище. На втором этаже монтировал преподаватель Петро Павловский, страстный погодник Льва Толстого. В соседнем доме жил инспектор училище. А рядом красовалась усадьба бухгалтера Жмурова, того самого, благодаря которому появилась красная дорожка. И еще долго бежичане звали окрестные места Жмуров сад. Особой просвещенностью и тягой знания улица не славилась. Зато известно, что на красной дорожке принимали сразу четыре гадалки и две знахарки. Здесь же, в двух торговых точках нелегально продавали водку, а к ней подавали простую закуску требуху, селезенку. А в двух соседних притонах до утра картежники и горшки. Впрочем, сказать, что культурная жизнь бежицы едва теплилась, было бы неправдой. От скуки рабочие и их семьи спасались в роще к северу от железнодорожной станции. Здесь было вырыто озеро, которое питали близлежащие ключи. Посреди него устроили остров с диванчиками под березами, а в самом водоеме разводили черных лебедей. Южнее станции в 1880 году разбили парк в 30 десятин, названный народным. И развлечения здесь были соответствующие наименованию. Карты, азартгры в Орлянку, кулачные бои, безусловно, кабаки, таганок и район. В конце 1880-х бежицы построили здание общественного собрания. Сейчас тут центр и школьная работа с пружками и клубами. А больше столетия назад здесь для взрослых читали лекции и проводили танцевальные вечера. Чуть позже был устроен театральный зал в 400 мест и оборудована бильярдная. Рядом со зданием разбили парк. В парке была летняя площадка. Для великого немого бежичане любили смотреть фильмы «Американские боевики», «Отечественная лента», «Покороны» Льва Николаевича Толстого. Здесь в парке посадили, разбили ботанический сад. А еще в парке был теннисный корт. Грунт второй в России. С начала прошлого века стоит беженца типография. По-прежнему работает пожарное депо, некогда возведенное на месте своего деревянного предшественника с пожарной каланчой. Украшают район бывшие коттеджи для инженеров и технических работников Брянского рельса прокатного, железоделательного, сталелитейного и механического завода. И старинные магазины. И большинство дореволюционных строений по иронии судьбы находятся на улице имени пламенного революционера Ульянова. Наверху гостиница, внизу вендиспансер. Вот, пожалуй, и все, что знают нынешние горожане о Петровской горе. А ведь некогда считалось это место святым. Располагался здесь Петровский монастырь. Говорят, древнее Свенского. Петропавловская церковь, да и та, перестроенная в 18-м столетии. Вот и все, что от него осталось. Да еще не совсем красивая история. В 13-м веке сюда на постоянное место жительства даже переехал еписк, руководил духовной жизнью всей Юго-Западной Руси. До тех пор, пока на престол не взошел священник Иоанна. Во время польского нашествия он прославился тем, что всячески поддерживал захватчиков и даже снабжал их продовольствием. За что в 1500-м году он был с позором изгнан с престола. А после этого случая брянским епископам править не дозволялось. А под Петровской горой шумел посад и возникали первые брянские слободы. Стрелецкая начиналась от современной улицы Луначарского и занимала часть пространства между сутками вплоть до княжеских полей. Здесь же на территории нынешнего спиртзавода располагались хозяйственные и складские постройки Брянска. Стрельцов набирали из вольных людей. У каждого была своя изба, многие заводили в слободе лавочки, занимались своим ремеслом, словом, жили как мелкие мещане, только под надзором полковника и офицеров. В 1616 году брянских стрельцов с сотниками и головою 177 человек. Затинщик значилась в книге 1912 года «Россия под скипетром Романовых». Поселение у подножия Брянского Кремля за Кремлевской стеной Тыном звалось Затинной Слободой. Сейчас на ее месте завод Дармаш. Затинщик на Руси 16-17 веков категория служивых людей, обслуживавших крепостную артиллерию. Большая советская энциклопедия. Государство платило им жалования деньгами, хлебом и солью, а служба передавалась по наследству. В 1616 году затинщиков в Брянске было примерно 70. В 1503 году в Брянске организуется ямская служба. Для ямщиков создается новая Слобода. От Петровского монастыря до нынешней рощи Соловьи. Местные возницы почитались особо. Помимо почты они перевозили государственных людей. По генеральной переписи 1738 года в Слободе проживало более тысячи извозчиков. До нынешних дней в этих краях сохранилась улица Ямская. С яму не сбегать, никаким воровством не воровать и в зерню не играть, ни корчмы не держать, ни разбойникам проезду не давать. Такую подписку давали заступавшие на службу ямщики. Издавна жил брянский люд во врагах Судка. Верхний расположен выше по течению Десны, а нижний прежде назывался Белый Колодец. Версий названия Судок немало. Одна из них происходит от старославянского слова Суд, что означало Гавань. Следующая версия Судок слияние двух рек. Но наиболее авторитетной является версия древнеязыческая, когда жители данных мест вывешивали по обе стороны на деревья кувшины, глиняные кувшины с прахом своих старейшин и предков. Которые охраняли покой жителей и направляли воинов в добрый путь. В Истере в Судках располагались две пособные слободы нижняя и верхняя. Здешние крестьяне посопляли дворцовому хозяйству, помогали заготавливать для царских нужд мед и дичь, делали рогожи и деревянную утварь. После победы над шведами Петр I подарил слободы руководителю артиллерии Якову Брюсу. Затем они перешли к императорскому любимцу Меньшикову, а от него к генералу Апраксину. Впрочем, ни один из вышепоставленных господ в Брянске так и не появились. А сутками управляли их приказчики. Проблемы начались, когда сын Апраксина продал слободы коллежскому асессору Гончарову. Тот, вопреки царскому указу, запретил зажиточным крестьянам переходить в купцы. Так разгорелась так называемая брянская смута. Смута длилась долгих 10 лет, до 1756 года. Помещик жестоко расправлялся со смутьянами. Так, семью крестьяна Денисова, к примеру, он взял и закопал землю. В конце 17 века город стал уездным, а Екатерина вторая высочайше уны 75 кварталов, но нет ни одного названия улицы. Зато прочерчены три площади красная, щепная и хлебная. Сведений о хлебной не сохранилось. Известно лишь, что теперь ее часть занимает современная площадь партизан. Щепная, другое название полевая, располагалась на западной границе Брянска. Сейчас на ее месте стадион Динамо и парк. По преданию на Щепной площади Петр I в октябре 1798 года учинил смотр войском и гарнизоном, идущим на фронт. Тогда же здесь стоял Преображенский полк, для которого построили часовню. Позже Синод издал указ, в котором запрещалось хоронить всех прихожан у церквей. Пришлось часть Щепной площади отвезти под кладбище для обывателей, а на месте числовни возвели кладбищенскую церковь. В 1823 году в город Брянск приехал государь-император Александр I. Он остановился в доме купца Бабаева. В честь этого грандиозного события купец Бабаев вместо деревянной церкви стал сооружать каменную, которая впоследствии была названа Рождественско-Богородицкой. У входа церкви он распорядился сделать ниши, в которые поставил бюсты Петра I и государя-императора, покрытые черным лаком. В 1823 нащепный появился тюремный замок. В этом здании узники сменяют друг друга без малого два столетия. В течение года в тюремном замке содержались мужчин 160, женщин 28, из них собственно жители города 4, опись 1852 года. Была в Старом Брянске и своя Красная площадь. Сейчас она носит имя вождя мирового коммунизма Карла Маркса. А некогда здесь планировалось продавать красный товар, мануфактуру, украшения, обувь и одежду. И проектировали Брянскую Красную площадь строго квадратной, чтобы удобнее было по периметру размещать купеческие лавки. Однако местом торговли ей так и не довелось стать. Красной обосновалась власть. Городской магистрат, предшественник нынешней мэрии, сиротский суд, заведовавший опекунскими делами, словесный суд, разбиравший несложные торговые и Брянская дума. Брянский городской магистрат, думу, сиротские словесные суды выстроить по плану каменные, меру длины на 12 аршин, строить так, дабы с улицы ведь дома зряшным не был. Постановление от декабря 1794 года. И решали они в основном дела торговые. Это в 20 столетии Брянск стал городом трудовой славы, а в прежние времена он мог похвастаться скорее славой купеческой. Главнейшие здешнего купечества промыслы суть торги хлебом и пенькою, а потом медом, воском и конопляным маслом, которые отправляют либо в Ригу и Санкт-Петербург или вниз Десною на Байдарках до Киева деревянные числом 570 домов, в том числе 5 каменных купеческих. Сверх того 2 соляных магазина, церквей 16 и 10 питейных домов, писал путешественник Зуев в 1782 году. Дума была не единственной достопримечательностью Брянской Красной площади. 1 августа 1899 года здесь торжественно заложили винные склады на месте бывшего хозяйского двора Брянского княжества. При строительстве винных складов попал под снос дом кумца Добычина. Об этом доме ходило немало легенд. По одной из них из дома вел подземный ход на Покровскую горку в Брянский Кремль. По второй на месте рожевая вышка, которая извещала Брянский Кремль и подавала сигналы в Кремль о нашествии врага. А в начале 20 века в стране ввели монополию на крепкие спиртные напитки. Борьбу с пьянством повела и общественность города. В 1901 году в Брянск создан комитет народной трезвости. По иронии судьбы он облюбовал нынешний круглый сквер. Напротив винные склады. В 18 столетии помимо площадей в Брянске появляются официальные улицы. В 1791 году их насчитывалось 44. Из них 5 носили имя церквей Соборная, Воскресенская, Троицкая, Рождественская и Архангельская. Еще несколько звались по местности. К примеру, одна из улиц носила название Близ реки Вырки. Эти неопределенные названия оставались вплоть до конца 19 века. Близ вокзала, близ сутка, безымянная. Многие дома не имели номеров, хотя городская управа распорядилась изготовить и оплатить тарными знаками. Поэтому нередко в газете Брянский Вестник публиковались такие адреса. Новая художественная фотография Бабянского на Московской улице в доме Семенова у сборного моста. Нередко Брянские улицы именовались по известному местному жителю. Такова Авиловская, ныне носящее имя Горького. Кем был обладатель древнего дохристианского имени Авил неизвестно. Зато, судя по документам, проживал он в районе современного медицинского колледжа. А параллельно поднималась вверх от Десны улица Рождественская, нынешний бульвар Гагарина. Населявшие ее стрельцы выстроили тут церковь Рождества Богородицы. Чуть ниже нынешней Дубравы. Рядом стояла еще одна Архангельская. Здесь свои молитвы к небесам возносили окрестные клубцы. А уже после революции, когда город наводнили пленные и беженцы из Прибалтики, храм стал католическим. Издавна повелось, что на этой улице селилась интеллигенция, врачи, адвокаты, служащие. Наверное, потому, что Рождественская горка была самой благоустроенной. Начиналась улица ротондой над артезианским источником. Правда, вода в нем не пользовалась популярностью особой, так как не обладала нормальной чистотой. Зато культурная жизнь била ключом. В доме номер три госпожи Плотниковой вначале размещалась женская гипотеза, позже один из первых патэ. Напротив же в шестом доме жил инженер-технолог Арсенала Некович. Он был известен тем, что стал директором первой Брясы. А в перерывах между своими трудами он писал научные труды на трех языках. А чуть выше двери вообще никогда не закрывались. Здесь принимал известный всему городу Акушер Полянский. А в сквере, который находится ниже Дубравы, располагалось родовое гнездо Могиленцевых. Здесь родились Николай, Семен и Павел. Сейчас на этом месте ничего не напоминает о былой усадьбе. Только время от времени повторяется слух, что львы, которые находятся в сквере Тютчево, некогда охраняли дом меценатов. Впрочем, никто из краеведов не подтвердил и не опроверг этот факт. Еще каких-то полтора века назад в нижней части нынешней улицы Фокина протекал ручей. Его засыпали, а дома, построенные на старом русле, образовали улицу. Эта улица имела сразу два названия и Комаревская гора. Это связано с тем, что здесь находились поместья сразу двух купцов. Комаревых и Комаровых привыкли, недавно. Кто кого посчитал, тот улицу по-своему. Со времен революции и до 60-х годов 20-го века эта улица носила имя Ленина. Ну а нынешний проспект имени вождя некогда был мало привлек Петропавловской улицей. Селились у стен обители мещане и мелкие купцы. На территории Воскресенской церкви в Богодельне доживали свой век четыре монахини. Между сутками раскинулась прогимназия. Далее по Петропавловской шли дома уездной знати, предводителя дворянства Доксергара. Жандармского подполковника Новицкого, Тенишевых и Могилевцевых. Зато доподлинно известно, что частым гостем Петропавловской улиц Исиц Иван Крылов. Будущий литератор чистил в дом к одному портопопу. Предметом его интереса стала дочь священника. Как-то раз, возвращаясь со свенской ярмарки, Крылов увидел девушку, шедшую к роднику. И забыть он ее больше не смог. В ответ на предложение руки и сердца родители ответили отказом. Более того, они порвали все отношения с баснописцем. А Крылов так впоследствии и остался холостяком. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова